Добрый всем вечер, мы продолжаем нашу серию уроков по книге «Урота Чува» от Кука. Большая благодарность Ширель за то, что у нас сегодня опять есть перевод. Ну хорошо, давайте начнем, я очень рад всех видеть. Итак, у нас уже 27-й абзац нашей 14-й главы. Я не помню, учили ли мы 27-й, по-моему нет. Если учили, то будет повторение. Итак, по мере ясности и несомненности чувы, совершаемой перед учебой, вырастает ясность понимания изучаемого. Разум возвышается на слое возвышения желания, но он обретает ясность в соответствии с ясностью желания. По-моему, мы тогда учили в прошлый раз, но ничего страшного, будет нам повторение. Здесь мы видим в очередной раз, что чува может быть не только цена сама по себе, но и иметь какую-то прикладную ценность. Например, совершив чуву перед учебой, я улучшаю качество учебы. По мере ясности и несомненности чувы, совершаемой перед учебой, вырастает ясность понимания изучаемого. Как я уже говорил много раз, у нас в иудаизме есть крепкая связь между мудростью и моралью. В обычном как бы принято, что это нет никакой связи, человек может быть очень моральным, но не очень умным и наоборот очень умным и большим злодеем. В Танахе, в нашей традиции, когда мы говорим про мудрого человека, имеется в виду праведливого. То есть есть сильная связь между мудростью и моралью. Соответственно, сделав чуву перед изучением Тора, мы улучшаем и проясняем нашу учебу. Разум возвышается на основе возвышения желания, и он обретает ясность в соответствии с ясностью желания. Что поднимает нас разум? Это желание. Это нам уже проще. Связать мудрость с моралью – это нам сложнее. Связать разум с желанием – это нам проще, это более понятно. Желание – это что-то, что запускает разум и дает ему работу. Если я чего-то хочу, разум начинает работать. Вторую, третью смену, чтобы объяснить мне, почему это важно, ценно и как-то лучше и легче всего достичь. Разум возвышается на основе возвышения желания. И он обретает ясность в соответствии с ясностью желания. Если я не до конца понимаю, чего я хочу, мне не до конца ясно, мне не четко. Соответственно, как этого достичь, что для этого делать, тоже мне будет не четко. Когда у меня будет четкое понимание, что мне нужно, чего я хочу. Соответственно, мудрость, разум сможет для этого делать четкие вещи, сделать четкий план. Как это выдастся? Соответственно, чува и желание – это вещи также связаны с разумом. И они только, как можно было бы сказать, что это связано с чувствами. Здесь я прервусь и, как всегда, передам вам микрофон перед тем, как мы перейдем к следующему отрывку. Пожалуйста. Никто не понял, что сказать. Хорошо. Тогда, с вашего позволения, мы перейдем к следующему отрывку, учитывая, что предыдущие мы, видимо, все-таки учили. Высшая чува, происходящая из великой любви и ясного осознания, поднимает качество учебы на уровне такой плодотворности, любящих ключом, что-то им не может сравниться никакой учебный процесс сам по себе. Связано, в общем-то, с предыдущим отрывком. И, ну, как бы, тут, мне кажется, даже не нужно какому его объяснению. Все очень понятно и ясно. Единственное, что, опять-таки, не любая чува, она обладает таким качеством, поднимая на уровень учебы, на уровень такого вот источника, который, из которого выходит и бурлит все. С затворностью, бьющим ключом. А только чува, высшая чува, происходящая из великой любви и ясного осознания. Еще раз, да, ясное осознание, то есть чува, это связано больше с разумом, а не с какими-то чувствами или ощущениями. Если кто-то хочет что-то сказать, я буду очень рад слушать. Если нет, то у нас есть еще один отрывок. Там был последний, больше перевода у нас нет. Там еще маленький есть. Я что-то пропустил. Может быть, я что-то пропустил, это хорошо. Да, есть маленький, я его взял и забыл прицепить. Сейчас исправлюсь. Отлично. Хорошо, я слишком маленький. Но тот, который нашим тоже очень хороший. Так, давайте прилетим наш телефон. Здесь. 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 Там где я распечатал. Песна. Здесь. Тоже есть. Я просто... Я не обратил внимание. Спасибо, Шерен. Итак. На следующий отрывок, там немножко другая тема. Тема очень широкая, я ее очень люблю. Давайте посмотрим. Это очень-очень важная часть. Мы что-то похожее уже учили. Но, тем не менее, не вернемся к этому. Итак, все помогает в возвышении духа. Высший Чуик. Подчеркиваю, я думаю, на слово высшее. Вся Тора. Вся наука. Вся сила. Все знания мира и жизни. Вся причастность к миру и деле. Все качества справедливости и праведности. И когда человек чувствует страх внутреннюю неполноценность, нечистоту тела и души, должен он со всей возможной тщательностью рассмотреть все стороны своего недостатка и справедливости. И пусть не занимается этим поверхностным образом. Ведь тогда он опустится еще ниже, чем опустился раньше. Но только с проникающим в глубину сосредоточением и с бесстрашием чистого духа. Ну, давайте откроем и закроем первый источник. С одной стороны, Раф говорит только про высшую. Соответственно, можно сказать, что низшая шува, там это не так. Там все проще. Но с другой стороны, Раф говорит, что для нашего поколения шува, которая для нас, шува, которая естественна для нас и которая единственная для нас, нам соответствует, это высшая шува. Нашему поколению он отторгает шуву нищую, но он стремится к шуве выше. Поэтому это возвращается к тому же, когда про нас. И это все относится, в общем-то, к шуве, которое мы делаем. Что бы вы могли сказать? Вы могли бы сказать, что помогает в возвращении духа и шува? Все торг. В основном. А все остальное так. Или хорошо, если не мешает. Раф ведь говорит идею, которая с моей точки зрения просто очень широка и как-то вот совсем очень нова. Все, что нас окружает, святой мир, будничный мир, вообще все, это все помогает возвышению духа и выше шува. Все. Не только святое, но и будничное. И более того, когда человек делает шуву и чувствует, что что-то ему не хватает, ему нужно не спрашивать себя, только вопросы, а чего мне не хватает в духовной сфере. Нужно обязательно также спросить, задать себе вопрос, а чего мне не хватает в нейтральности. Может быть, я недостаточно широко образован, и это мешает мне сделать шуву в соответствующем уровне. это, не знаю, с моей точки зрения, это потрясающе, что она здесь говорит. Давайте прочитаем еще раз, медленно. А, это самое. Конечно, да. Если кто-то считает, что отрывок имеет какое-то отношение к тому, что у нас сейчас происходит в Израиле, то это все остается только на его совести. Мы продвигаемся по нашей книге, да. Итак, все помогает в возвышении внука. Высший чуек. Вся тора, вся наука. Наука помогает высший чуек. Помогает в возвышении внука. Соответственно, если у меня этого не хватает, я не понимаю внуки вообще ничего. Понятно, что никто сегодня не может быть специалистом во всех областях науки. Хотя вы как дилетант понимать, как наука устроена и какие есть основные открытия и куда наука сегодня дошла, это было бы очень неплохо для любого человека, который считает себя образованным. Вся сила, все знания мира и жизни. Нам необходимо знание мира и понимание жизни. Мы не можем сидеть в башне слоновой кости и там чего-то изучить отгородившись от мира. То, что я понимаю и знаю мир, помогает мне возвышению духа и высшей чуле. Если этого мне не хватает, мне не хватает в возвышении моего духа и высшей чуле. Вся причастность к миру людей. Нужно понимать, чем люди живут и быть причастны к миру людей. Все качества справедливости и праведности. Итак, все, что окружает и Тора, и наука, и то, чем люди живут, культура, общество, община, это все помогает нам возвышению духа и соответствует и когда человек чувствует страх внутренней неполноценности, нечистоту души и тела, должен он со всей возможной тщательностью рассмотреть все стороны своего недостатка и справить. Все это слово, которое употребляется ураво часто, оно несет в себе важные тщательностью, все обычно это имеется в виду не то, что естественно мне кажется относится к изучаемым вопросам, но также вещи, которые вроде бы не относятся. Соответственно, когда человек чувствует страх внутреннего неполноценности, на чистоту тела и души, он должен со всей возможностью тщательностью рассмотреть все стороны своего недостатка, то есть стороны, которые связаны, с недостатками изучения Тора. Может быть связаны с недостатком, что я ничего не понимаю в науке и в жизни мира. И поэтому меня чувак уксует, и мой дух у меня хромает. Может быть великое изучение Тора в какой-то момент закрыть гмору и пойти понять, чего наука достигла. Понятно, что это нужно уметь потом упаковать вместе, но вот тут есть слово все, что очень важно. Все стороны своего недостатка исправить, может быть правая сторона, левая сторона, сверх-вниз, это очень важно. И теперь, когда мы занимаемся, обращая внимание на свои недостатки, для того, чтобы себя постоянно этим попрекать. Недостатки нужно исправлять. Чтобы их исправлять, нужно серьезно их изучить. Поэтому не может заниматься поверхностно, он может заниматься глубоко. И пусть не занимается этим поверхностным образом, и тогда он опустится еще ниже. А, я знаю, это из-за того. Не спеши, подумай еще раз спокойно. Опустится еще ниже, опустился раньше. Но только с проникающим влюбленососргадачением и с бесстрашием чистого духа. Мы занимаемся сейчас каким-то собственным недостатками. Мы чего-то боимся, чувствуем себя не чистыми. Нужно остановиться и понять, в чем дело может быть. Я приведу пример про себя. Я его уже приводил. в какой-то момент оказалось у меня лично, что у меня во многих областях нет продвижения из-за того, что я не досыпаю. Мне нужно просто больше спать. Я нормально себя веду, не бросаюсь на все, но не получаются какие-то вещи. Я чувствую, что продуктивность она сильно падает. В какой-то момент я стал обращать внимание, чтобы спать, по крайней мере, достаточное количество часов и неважно что. тебе нужно встать пораньше, ты встанешь попозже спать пораньше и так далее. И это тебя может продвинуть и в мире, и в Торе, и в очень много чем. Это может быть спорт, курение, может быть очень много областей. Когда мы занимаемся недостатками, стоит обратить внимание на все, изучить их со всех сторон. не знаю, мой пример относится к тому, что Раф написал или нет, мне кажется, что немножко да. И теперь этот отрывок для меня очень важен. Поэтому я хочу вас тоже послушать. Пожалуйста. Алло. Да, это я. Мне тоже очень нравится этот отрывок. Вот. И как бы это выразить мысль такую очень широкую. Вот могу привести пример. Вот есть, например, такая глубокая каббалистическая идея, насера. То есть, это отделение чего-то от чего-то. То есть, Бог создал человека, мужчины и женщины сразу, потом разделил. Для того, чтобы они могли увидеть друг друга и общаться как равноправные личности. Вот. И это очень-очень великая идея во многих отношениях. Вплоть до того, что сейчас мы говорим уже, что должен быть такой же процесс даже по отношению ко Всевышнему, ну, то есть, как бы осознание своей отдельности. Ну, ладно, я не буду сюда углубляться. Я просто хочу сказать, что параллельная концепция развивается в психологии уже давно. То есть, концепция сепарации индивидуации как постоянного непрекращающегося процесса, который проходит каждая личность, каждый человек фактически с рождения. То есть, вот первый этап сепарации, это когда младенец выходит из дроба матери. И потом дальше, дальше, дальше написаны целые тома о том, как поэтапно, мельчайшим образом рассматривается вот это вот постепенное психологическое отделение ребенка от матери. И как потом это сказывается, как он прошел все эти этапы, как это сказывается на его дальнейшей жизни. И как, в общем-то, взрослый человек может быть, по идее не сепарирован, даже если он живет отдельно и сам зарабатывает. То есть, понимаете, к чему я клоню? И человек, не зная всего этого и как бы всей этой подноготной, он может просто брыкаться всю жизнь о какие-то свои недостатки, при этом оставаясь не сепарированным. И он будет молиться, будет учить Тору и будет разбивать себе лоб, накладывая на себя все большее устрожение, что я еще не запретил себе, и это все будет приводить его ни к чему. Потому что вообще-то, по большому счету, ему надо было просто пойти в психотерапию, ну, как минимум, или изучить хотя бы этот вопрос, хотя бы на дилетантском уровне, и понять, что я на самом деле до сих пор не сепарирован, и я нахожусь в симбиотическом состоянии. И можно даже сказать это про некоторую часть религиозного общества, что она фактически с Господом Богом пребывает в состоянии симбиоза. И, в общем-то, неплохо бы, ребята, задаться вопросом, а не пора ли нам тоже сепарироваться? Ну, хотя бы чуть-чуть. Ну, вот, собственно, вот такие, это мои, так сказать, в соответствии с моей специальностью, да, но я думаю, что это можно в разные стороны смотреть, и вообще тема очень интересная, да. Окей. Так, как у нас говорят футболисты, Бог есть. Ширель, я вчера ночью проводил урок, проносирую, и вот буквально две тысячи того, что вы сказали, там был. Если хотите, сейчас-то могу что-то выплеснуть. Но это вот просто вот зашло, вот просто вот так. Вот просто вот так и про религиозное общество, и про сепарацию со Всевышним, это вот просто вот это урод, охотыш, далит. Вот мы как раз вчера учили, просто у меня нет на русском, я не знаю, если это вообще, но если уж мы эту тему подняли, время у нас немножко есть, то мы все выиграли, я это сейчас сброшу. Вот. Готовьтесь. Значит, действительно, Раф начинает свой отрывок таким образом. Он говорит, невозможно человечеству отделиться от прилепления, от близости к Богу. И невозможно народу Израиля отделиться от Господа Бога. Но эта естественная близость есть в ней также недостаток, что она не дает возможность ясности мышления достаточно места. Эта естественность не дает ясности мышления достаточно места. дина придут дни, когда нападет на человека сонливость. И он будет разделен от мужчины от женщины. И вместо низкой естественной связи спина к спине он сможет сказать с ясным взглядом, с ясным взором это кость от кости моей и плоти моей. Ее назову женщиной. И тогда человек может быть в полном развитии человечества и точно таким же образом Тура должна отделиться от Израиля с тем, чтобы он ее мог выбрать и она в конце концов к нему обратно вернется. Это более-менее близкий к тексту пересказ. А теперь мое объяснение. Мы говорим о том, что человек не может отделиться от Бога. И мы сразу видим, что это не соответствует действительности. Мы видим в мире, который вокруг нас куча народов, куча народов, которые отделились от Бога и чувствуют себя хорошо. И у нас происходит. Рав не понимает, в каком мире он живет, или он декларирует какой-то высший идеал. В чем дело? Дело в том, что действительно большую часть человеческой истории народ Израиля и все народы были связаны с Богом очень плотно. Но эта плотная связь, она естественная связь. И как у естественной связи у нее есть недостаток. Что нет выбора, на что это похоже. Это похоже на связь родителей и детей и на связь супруг. Связь родителей и детьми она естественная от своего ребенка никуда не деться. Ему от меня тоже. Неважно кто что сделал. Я папа, а он сын, дочь и так далее. Я его конечно люблю и все эта связь неразрывная очень сильная. Противоположилось к этому супруге их связь не такая сильная. Она может быть разорванная. Сегодня ты не нравишься завтра не очень. Сегодня мир дружбы завачка а завтра разбежались. Но эта связь гораздо более высокая потому что в ней присутствует выбор хера. Ясность осознания. Я с этим человеком потому что я выбрал быть этим человеком и мне с ним интересно я его хочу. И на уровне личностных отношений это гораздо выше. поэтому связь действительно между супругами она выше чем связь между родителями и детьми несмотря на то что связь с детьми гораздо более сильна. Эта связь естественная эта связь она связь разума и выбор. Соответственно у нас обязан наступить эпоха когда для того чтобы поднять и возвысить связь с Богом нам нужно эту связь разломать. Пример архетип для этого это то самое Несерай разделение человека на мужчину и женщину. Обратите внимание недостаток какой у нас был это был недостаток разума с тем чтобы его достичь мы стираем разум совсем. Человек на него нападает сомливая спячка во время сна разум выключен совсем. Почему? Потому что процесс разделения это это больно. Потому что процесс разделения это вызов. Это мошбер как это сказать по-русски кризис да это кризис спасибо процесс разделения это кровь течет это рана остается нужно закрывать это кризис это больно поэтому разум отстегаем в сторону он засыпает и не чувствует боли но это поломка она не для поломки она для построения нам построить более высокого связи на что разума поэтому теперь понятно что это нельзя сделать сначала изначально потому что всем нужно немножко повзрослеть а когда мы уже немножко выросли как личность как человечество да вот как Шевель сказала чем более мы взрослые тем более продвинутый этап разделения мы можем сделать но каждый этап это кризис это боль мне хочется обнять маму не отпускать у нее сейчас мама уходит на работу соответственно нужно это разлом и он обязан быть как мы видим сейчас да Рав относится в этом отрывке к процессу секуляризации который произошел и во всем мире и внутри народа Израиля у Рава есть много статей где он обсуждает причины процесса секуляризации спойлер в основном это недостаток религиозного сообщества это это и то вы мы сделали не так или недостаточно сделали или проспали а если мы сделали все хорошо в нашем отрывке Рав говорит что процесс секуляризации это обязательный процесс без него мы не можем подняться на более высокий этап связи с Богом и связи с Торой потому что пока это естественный процесс он очень сильная связь но это низкий процесс нет это моя рука я этого не замечаю то что естественно не замечаю это же естественно это же так для того чтобы увидеть обратить внимание выбрать нужно чтобы было разделение нужно чтобы было расстояние как это но это же рвать по живому это больно это кризис и поэтому у нас есть этап как бы спячки соответственно этот этап секуляризации нам нужен чтобы мы могли нашу связь с Богом поставить на гораздо более высокий уровень чем на протяжении всей человеческой истории то что на протяжении всей истории было доступно только избранным праведникам на сегодня это должно быть достоянием как-то простых ван и цитров соответственно самая сторона это абсолютно естественная часть как бы еврейства и чтобы ее приобрести на более высоком уровне нам нужно сперва от нее оторваться что тоже больно ну теперь скажите Ширель правле был я что сказал что то что сказали вы то что я учил вчера это по крайней мере на две трети пересекается да даже удивительно я выбрал этот отрывок две недели назад я подумал вот это я буду учить вчера я это распечатал и вчера это преподавал и пошел поздно спать и поэтому сегодня поздно встал я никак не связал пока не пришла Ширель и сказала а вот нам не то которая нужна нам и мир нужен и все нужно и пока ты тут действительно прилип слишком сильно ты ведешь тебя по инфантильному а тебе просто нужно немножко повзрослеть тебе нужно оторваться от соски которые ты касался да ну как у нас огромное спасибо Ширель как всегда не только за перевод но еще и за это самое ваш вклад в наш урок как всегда конечно когда когда вас нет нам очень жаль когда вы есть мы вы все выигрываем хорошо я рада мы очень рады большое спасибо Ширель ну благодаря вам у нас получился отличный урок сегодня я тоже так вот немножко разошелся ну что ж хорошо у нас осталось еще 10 минут и у нас есть маленький отрывок еще один но я не хочу его учить потому что я хочу чтобы у нас осталось после вкуса на то что мы учили сейчас достаточно важно чтобы это немножко переварить обдумать это это того стоит хорошо огромное всем спасибо до встречи через две недели до свидания до свидания до свидания